Это Даулет, столица Казахстана. В преддверии поединка Геннадия Головкина против колумбийца. Почему-то панамский флаг. Просто, может быть, панамец работает в конюшне колумбийского промоутера. Не знаю, вот по данным самого достоверного источника, я имею в виду бокс-рэк, написано, что это боец из Колумбии. Итак, Гена Головкина выходит. Рядом с ремканомосером сейчас Олег Герман. Промоутер Гены. А вот оно в чем дело. Дело в том, что родившийся в Колумбии и долго живший, и тренировавшийся в Колумбии Нильсон Хулио Тапио своей резиденцией, то есть базой, имеет город Чепо в Панаме. Не знаю, я столько вмещаю этот город спорта, но более чем уверен, что заполним до отказа. И, наверное, первые лица республики наверняка присутствуют не только спортивные функционеры, но и политики сейчас в ожидании боя. Затягивает с выходом Геннадий. Да, правильно делает. Пускай понервничает его соперник, который вышел в эффектной соломенной белой шляпе в ринг. Как мы знаем, темнокожие бойцы любят красочные представления на выходе. Итак, друзья, мы в прямом эфире на телеканале «Боец». Смотрим начало поединка, а точнее выход в ринг Геннадия Головкина, который сейчас будет сражаться за титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе. Геннадий Головкин выходит в ринг в более традиционной для боксера амуниции, хотя вот его халат, очевидно, расшит, декорирован цветами национального орнамента казахского. Мы уже говорили о том, что этот год чрезвычайно удачен для карьеры, успешен для карьеры Гены. Не только по его победному шествию, можно об этом судить, но и по тому, что предоставлены бои такого уровня. Давайте постучим по дереву, чтобы этот год так же успешно и завершился, каким он был на протяжении 11,5 месяцев. Волнуется Геннадий. Такой бой на родине, это особая ответственность. Не думаю, что бы, тем не менее, он волновался больше, чем обычно. Он профессионал, тертый и опытный боец, повидал много всего, как на любительском, так и в профессиональном ринге, поэтому волнение – это такая материя, которая абсолютно неизбежна, и которую нужно правильно использовать. Вспомним школу управляемого страха знаменитого Казадо Амата. Как панамский боец представляет Тапия. Сейчас Дмитрий Пиров в Геленджике, наш чемпион мира в среднем весе по версии WBO, наблюдает за событиями этого боя. Дмитрию чрезвычайно интересен Геннадий. У них должен был состояться спарринг за границей, но не случилось этого. Тем не менее, знают боксеры друг о друге и, наверное, более чем уважают друг друга. Без сомнения, это так. Дамы и господа, также позвольте представить промоутера боя Олег Герман. По официальным данным, имеющимся у нас, на 4 сантиметра колумбиец выше, чем Геннадий Головкин, хотя вот так вот на вскидку, по внешнему виду кажется, что больше, чем на 4 сантиметра. Сантиметра на 5-7. И генерального секретаря Казахстанской Федерации профессионального бокса, кавалера российского ордена Александра Невского 2-й степени, это группа ТАХ и Олег Герман, и Макс Герман. Это команда, которая ведет Геннадий Головкина, и, надеюсь, движение будет успешным. Можно поздравить эту команду с прекрасной работой в 2010 году. Звучат гимнадий Геннадий Голланд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Довольно небольшой ринг, как мне кажется. Чуть меньше стандартных размеров. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок неплохие данные у панамцы длинные руки скорость так я полагаю все будет решать искусство тайминга которым геннадий прекрасно владеет я думаю искусство тайминга всегда решает все легкие но точные попадания левой рукой геннадий поближе старается соперника стоять чтобы успевать перехватывать его атаки без особой раскачки начался бой и очевидно выявилась первых же секунд боя стратегия панамец будет стараться держать геннадий головкина на дистанции что совершенно очевидно и правильно поскольку геннадий и мощнее сильнее бьет и кроме того короче руки у него зацепил было такое довольно чувствительное немножко сверху вниз попадания геннадия вот насколько длиннее руки у панамцы насколько точнее работает более короткими конечностями гена знаете буквально физически вот ощущаешь как все ближе и ближе пристраивается геннадий подходит на дистанцию своего удара я думаю если так в этой же динамике будет продолжаться то в течение одного-двух раундов он попадет с одной стороны геннадий не торопится завершить поединок но медленно поспешает что называется чувствует ресурс чувствует преимущество чувствует силу понятно что панамец работает вторым номером но не это главное главное что работая вторым номером он по-моему уже несколько большей степени чем следовало отдал инициативу геннадий понял кто собственно хозяин в ринге бьет апперкоты в расчете на движение вперед геннадия панамец не самый сильный апперкот но помноженный на движение вперед геннадия конечно может потрясти вам соперника панамца первый раунд значительно преимуществом ведет геннадий да вот эти апперкоты о которых ты сказал алексей они по моему достаточно откровенный раз не вторых достаточно медленные и не представляет в этом смысле никакой опасности для геннадий вот мы видели сейчас попадание как ни странно с дистанции геннадия вот это уже близко близко к делу четкий левый крюк вот видимо это такой коронный удар геннадия близко попадает в подбородок но наверное не успелась рука не успела рука распрямиться и поэтому не был ненужным образом разрушительным этот удар идет пристрелка нужно наверняка ударить и провести победную комбинацию изучение слабых сторон соперника итак второй раунд вот мы смотрим в прямом эфире на телеканале боец бой геннадия головкина против панамца или колумбийца как он указан в рекорде боксера из панамы тапиа вот не гоже конечно комментаторам делать преждевременные выводы и тем не менее вот у меня складывается ощущение как и в том бою который мы с вами наблюдали я имею ввиду 58 секунд нам что не соответствует классу головкина панамец еще важное искусство менеджера и промоутера грамотно вести своего боксера так чтобы он рос от поединка к поединку возможно ли рост геннадий из условий таких соперников которые мы видим в последнее время я думаю стратегия промоутеров нынешних промоутеров геннадий абсолютно верна сейчас геннадий должен утвердиться статусе чемпиона мира а уже в будущем мы только будем желать ему не только побед но и звонких и таких классных боев которые принесут ему кроме славы еще и хорошие гонорары бой титульный поэтому дистанция довольно длинная нужно грамотно рассчитать силы работать экономно знать когда вкладываться в удар пока очень приятно выглядит отличный выглядит геннадий прежде всего в том что не форсирует события никакой шелухи в ринге мы не видим четко делает свою работу второй апперкот пропускает к сожалению геннадий сейчас на дистанции движение вперед на соперника более короткие удары снизу стал наносить панамец я думаю сейчас геннадий внесет коррективы немного сдвинет руки попадать стал панамский боксер геннадий задумался нельзя давать панамцу привыкать вот к этой монотонной работе нужно уже переходить к более решительным действиям к тому же совершенно невыраженным взглядом видом насколько мощнее бьет геннадий геннадий да не давать пауз оказывать психологическое преимущество давление да вот такие серии пробивать и ставить соперника в неудобное положение как хорошо работает корпусом геннадий толкая соперника лишает его равновесия в момент попытки равновесия восстановить наносит удар я бы если мне будет позволено вот бы что посоветовал геннадий сохранять спокойствие целеустремленность и при этом добавить немножко драйва добавить сердце я думаю в углу подскажут секунданты я думаю что это единая команда единый коллектив коллектив с опытом побед знающие возможности гены профессиональный боксер должен уметь менять стиль переключаться особенно такой как геннадий геннадий боец который претендует больше чем на звание чемпиона мира на статус звезды два раунда позади при тех зал очарован боксом загипнотизирован боксом зал в астане публика которая собралась в спорткомплексе до лет сейчас вот наш телезритель который недавно звонил нам сказал что он хотел бы победы геннадия головкина в первом раунде такое двойственное желание мне кажется у всех собравшихся в этот день перед телевизорами и на арене с одной стороны все хотят быстрой уверенной победы с другой стороны хочется зрелища и какой-то интриги определенные надежды на интригу во втором раунде по намец нам дал с первых секунд третьего раунда попытка геннадия работать в ближнем бою часто да очень часто пытается пробивать апперкот колумбийцы я думаю что пора уже геннадию вычислить алгоритм этого удара и воспользоваться тем что колумбийцы для этого удара слегка опускает руки более короткие точные удары у гены здесь очень важна скорость работы руками в ближнем бою умение выбрать угол для атаки а вот апперкот причем весьма удачный немножко потрясший панамса уже его же оружием панамса ответил геннадий головкин ну что геннадий торопится мне кажется нужно иногда поближе подходить к сопернику как бы немножко идет за руками есть некоторые успехи в отдельных эпизодах но заводиться не следует поскольку отнюдь еще не созрел и не потрясен панамец вот сейчас идеальную защиту против апперкотов выбрал геннадий он старается держаться поближе панамцу и тем самым лишает его возможности четко и точно пробивать этот удар снизу сравнивая с дмитрием пирогом конечно нужно сказать что геннадий боксер более такого силового направления если геннадий выбрал работу корпусом и разыгрывает доверного геннадий все таки пытается соперника перерубить и вот мы видим сейчас на конвасе ринга панамец и опять опять крюк великолепный крюк в исполнении геннадия головкина нокаут давайте до последнего сейчас останемся в астане не будем пока выходить в студию нам еще должен позвонить дима пирог который сейчас в гринжике внимательно следили за событиями здесь на этом ринге прекрасная победа опять все началось с левого крюка в область виска этот удар собственно и решил бой заметьте алексей в предыдущем бою нокаут левой рукой левый крюк чуть повыше виска верхнюю часть головы то же самое мы наблюдали с вами сегодня пятый нокаут подряд это я вам скажу серьезная заявка на то чтобы в мекке мирового бокса в америке обратили на тебя внимание давайте посмотрим победную комбинацию вытягивает противника на себя генн делает шаг назад и тут же обрабатывает его сейчас мы увидим удар хороший в область печени вот он вот удар по печени и не выдерживает этот удар панамец и падает на конвас ринга да даже неизвестно какой удар стал решающим то ли удар левый крюк в область виска то ли удар по печени я думаю и тот и другой сложились и не дали возможности панамцу продолжить бой ну как я уже сказал проглядывалось в некоторые моменты конечно невооруженным взглядом что не чита головкину его соперник хотя и нельзя назвать конечно четвертый номер четвертый номер мирового рейтинга боксером слабым но видимо бокс предложенный головкиным был не подходил для него ни по скорости ни по мощи ни по тактическим каким-то воплощением я думаю друзья сейчас когда пройдет церемония награждения мы еще раз посмотрим с местной ПТС включение повторов этого боя эпизодов этого боя и выйдем в студию где мы работаем в прямом эфире послушаем ваши звонки обсудим еще раз подробные подробные нюансы этого поединка я же хочу отметить что это первое досрочное поражение в карьере этапе что тоже делает Геннадию Головкину честь несомненно итак довольно короткий срок мы с вами посмотрели два боя Геннадия Головкина в прямом эфире на канале боец первый состоялся в Панаме на арене Робота Дюран где был изложен боксер в первом раунде боксер из Колумбии ну вниз и завоеван первый титул для Геннадия чемпиона мира тогда назывался временный и вот сейчас уже регулярный пояс украсит корпус нашего бойца из Казахстана то есть он становится абсолютно легитимным и полноправным чемпионом мира вступает в права короля что ты скажешь что делают для нас праздник то есть день независимости и этот вечер мы смогли сделать мы смогли подарить именно вам именно нашим болельщикам и спортсменам а также хотел бы поблагодарить ту команду начиная с моей любительской карьеры что я всегда был сердцем в Казахстане что я всегда боксировал за Казахстан по благам Казахстана это благодаря Бикету Махмоду Усапова Беговичу спасибо большое моя любительская карьера и профессиональная карьера я думаю у нашей хорошей команды мы будем поднимать наш флаг и будет звучать наш гимн на самых высших вершинах мира вас всех с праздником спасибо за поддержку спасибо и тебе Геннадий удачи итак в прямом эфире на канале боец завершился поединок Геннадий Головкин за титул чемпиона мира по версии WBA в среднем весе поединок который он завершил досрочно в третьем раунде нокаутировав противника из Панамы который правда в рекорде указан как колумбийский боксер боксер Нильсон Хулио Тапи до этого не имевший досрочных поражений это новая вершина которая визита Геннадием Головкиным боксером с прекрасным любительским прошлым визита